Греческий парк Археологического музея Афин, а также уникальный фонтан скульптора Михаила Ревы. В скором времени под одной из лестниц откроется музей греческой культуры. Вторая часть парка – развлекательная и прогулочная. На ее территории установят большую детскую площадку. Аллеи и террасы парка оформят согласно новейшим дизайнерским решениям. Однако греческий парк – это не только статуи, мрамор и фонтан. Самые сложные работы пришлось проводить на начальном этапе реконструкции всей территории. Первым делом к работе приступили эксперты. Одни проводили инженерно-геологические исследования склона Приморского бульвара, другие рассчитывали его устойчивость. Устойчивость склона высчитывается с учетом сейсмических воздействий. Необходимые цифры прописаны в официальных нормативных документах. Сам склон Приморского бульвара, на котором расположен греческий парк, на языке специалистов имеет самый высокий класс ответственности сооружений и конструкций, поскольку считается историческим наследием. А это означает, что любые строительные работы должны проводиться крайне грамотно. Для того, чтобы предотвратить возможные оползения и обеспечить устойчивость склона на несколько веков, по рекомендации специалистов, строители приняли необходимые меры. Для того, чтобы поднять коэффициент устойчивости, необходимо было делать дополнительные работы, которые заключались в выполнении свай, который называется шпонтовый ряд, для удержания. Эти шпонтовые сваи прошли поверхность смещения оползня, и они прошли это смещение для того, чтобы удержать оползневой склон. Эта свая работает как шпонка, то есть она не дает возможности сдвинуться грунтовому массиву. Изготовление буронабивных свай с обсадной трубой – успешно отработанная и высоконадежная технология. Она позволяет выполнять сваи в грунтовых условиях любой сложности, кроме скальных пород. Данная технология позволяет соблюдать необходимые технические условия, несмотря на возможное наличие подземных препятствий и помех. Сваи с обсадной трубой выполняются с применением сложной тяжелой строительной техники. Процедура состоит из следующих основных операций. Погружение обсадной секции. Заглубление инвентарной трубы происходит процессом вдавливания с обратно поступательным вращением. Инвентарные трубы состоят из секций ограниченной длины. На глубокие скважины их уходит несколько штук. На их стыках имеются специальные замки. Бурение скважины. Извлечение выбуренной породы на поверхность. Изготовление скважины на большой глубине – процесс труда и энергоемкий. Поэтому данная технология предусматривает чередование операции погружения инвентарной трубы с операцией выбуривания породы из внутренней полости до достижения проектной глубины. Армирование. Погружение заранее подготовленного пространственного арматурного каркаса в скважину. Арматура должна быть предварительно очищена от почвы и ржавчины. У каркаса должны быть габаритные элементы, обеспечивающие центровку и необходимое расстояние от стенок. Погружение бетонолитной трубы. Бетонирование. Подача бетонного раствора из бетономиксера происходит под давлением с помощью бетононасосов за бой. Далее бетонолитный рукав поднимается одновременно с заполнением скважины бетоном. После этого обсадную трубу извлекают. Строители забили порядка 178 свай в несколько рядов вдоль улицы Приморской, фактически построив новую подпорную стену. Еще 315 свай забито под Воронцовской колоннадой. В районе подпорной стены верхней террасы Приморского бульвара, где построены две массивные лестницы, забито порядка 224 свай. Итого для укрепления греческого парка строители забили 717 шпунтовых свай, потратив 3000 кубометров бетона и почти 400 тонн арматуры. Это будет уникальный парк. Мы специально привезли из Греции очень много греческих мрамор и другие материалы, но самое главное здесь это греческая душа.